Чтобы нам была помощь свыше, постараемся поднять еще одну тему интересную. Мы приближаемся с вами к такому празднику, который фактически, в общем-то, не является праздником, является обычаем. Он называется Ту-Би-Шват. Я надеюсь, что все хорошо знают, что Шват – это название месяца Шват. Вот. А, скажем, да, Ату – это буквы Тет и Вав, которые по своему числовому значению Тет 9, а Вав 6, и в сумме они дают 15. То есть это 15-е число месяца Шват. Называют это обычный Новый год для деревьев. Что такое Новый год для деревьев, мы постараемся с вами понять с галактической точки зрения. Конечно, такая дата, как Новый год для деревьев, она в Торе не отмечена никаким образом и не обязывает ни к чему, и нет никаких обычаев. Но мы знаем, что в Израиле сегодня этот праздник отмечается, и обычно это посадка деревьев, дома собираются, едят плоды земли Израиля, особенно те плоды, которыми славится земля Израиля. Есть даже специальный такой седр, ту бешват, какой-то порядок, порядок установленный, просто как обычай, конечно, не обязательный, вот, которого придерживаются за столом, читают псалмы и так далее. Сразу можно заметить, что этот праздник возник в XVI веке, когда, начиная с 1517 года, появилась возможность переселяться в землю Израиля. И в Цфате образовалась община мудрецов, большая часть которых из них были изгнанниками из Испании, да, сейчас я постараюсь сделать Шиа, да, вот. И эта возможность, она сложилась, потому что земля Израиля отошла к Атаманской империи, да, но, секунду, вот мы сделаем так, но этого бы не произошло, если бы не очень интересная личность в нашей истории Дона Грация, которая была советницей и представительным, влиятельным лицом в Атаманской империи. Сама она родилась в Португалии, была из семьи тех, кого насильно крестили в Португалии, и она принадлежала к торговому дому, который охватывал весь мир, торговал со всем миром, была богатейшей женщиной в мире и помогала своим собратьям, помогала им бежать из Португалии в Венецию, а затем из Венеции. Из Португалии изгоняли не только евреев, впоследствии изгоняли и тех, кто крестился насильно, называли их новые христиане, изгоняли их, считали, что они приносят несчастье, беды и так далее, вот, их изгоняли в Венецию, из Венеции потом их и так же изгоняли, это было связано со многими трагедиями, она всю жизнь помогала своим собратьям, несмотря на преследованные инквизиции, несмотря на то, что была сама задержана инквизицией, в конце концов, получила подданство Атаманской империи, Сулеймана Великолепного, и перебралась в его страну, и она купила земли, купила земли Цфата и вокруг Цфата, и туда переехали величайшие мудрецы, может быть, даже, можно сказать, такого мистического плана, и среди них, как мы представляем себе, прежде всего, наиболее нам известный, это Рабио Сеф-Каро, конечно, можно сделать такую скидку, что портретное изображение, оно только вероятно, что это Рабио Сеф-Каро, но, возможно, что это он сам или кто-то похожий на то, как он выглядел. Он перебирается в город Цфат из Салоники, где он жил после изгнания из Испании, и как это связано с Ту-Бешват, мы можем сказать, что туда же перебирается и Аризаль из Египта, раби Лурия, Наби Рурия Ашкенази, величайший каббалист всех времен, туда же перебирается Маше Кардавера, который был учителем Аризаля. Они видят в изгнании из Испании и во всем продолжении, как бы в развивающихся дальше событиях, в то, что у них появляется возможность переселиться в землю Израиля, они видят в этом начало нового времени, начало освобождения, ожидают прихода Машеха. Рабь Йосеф Каро, он не просто так пишет свою книгу Шулхана Рух, он пишет ее как труд, который должен стать общим галахическим основанием для всех сыновей Израиля, когда они вернутся в землю Израиля, для всех общин, для всех, у тех, у кого есть такие обычаи или другие обычаи. Это его идея написания Шулхана Руха. Также Маше Кардавера, он старается обобщить все течения каббалы и пишет книгу Пардес Римоним, сад, гранатовый сад, то есть и они, мудрецы, которые собрались в Фате, они пытаются восстановить Сангедрин, вот, то есть они видят время, время, новое время, как время прихода Машеха, и они вводят этот обычай, которого раньше не существовало, ставят такой догеш, точку, как бы выделяют вот это число, 15-е месяц Швата, праздник деревьев, который имеет чисто галахическое значение, дата галахическая сейчас мы посмотрим, да, они выделяют ее как праздник деревьев, исходя из, превращают это в такой день важный для всех, кто живет в земле Израиля, да, опираясь, опираясь на то, что сказано в пророке Ихискеели, на то, что говорят наши мудрецы в Гемаре, да, в пророке Ихискеели в 36-й главе говорится, «Вы, горы Израиля, ветви свои протяните и плоды свои принесите народу моему Израилю, ибо скоро придут они». Вот, и отсюда у нас такое ощущение, что, и правильное, наверное, из этой строчки ощущение, что цветение земли Израиля, оно указывает на то, что закончилось время изгнания и наступило время возвращения в землю Израиля. Да, и в трактате Сен-Хидрин нам Раби Аба, он говорит так, опираясь на эти строчки, он говорит так, «Нет более явного признака окончания изгнания, чем тот, на который указал пророк, а вы, горы Израиля, ветви свои протяните и плоды свои принесите». То есть, когда земля Израиля цветет, это указывает на окончание изгнания. Можем заметить с вами то, что обычно пропускают, что зачем нужен вот этот признак на окончание изгнания. Он нужен потому, что при возвращении из Бавилонского плена были пророки, которые могли напрямую сказать о воле Всевышнего. А при возвращении из двухтысячелетнего изгнания у нас нету пророков. И, конечно, мы знаем, что есть заповедь жить в земле Израиля всегда, и несмотря ни на что, в любое время. Но при этом только далеко не все люди могут самоотверженно переносить те трудности, которые есть в земле Израиля. А вот как представить себе, когда настало время подниматься стеною, всем подниматься стеною. И мудрецы дают признак. Ты узнаешь, что гнев Всевышнего закончился, что в земле Израиля будет благополучие. Когда ты увидишь, что земля Израиля цветет, в это время уже должны подниматься все. Не только самоотверженные люди, которые готовы жить в трудных условиях. Но когда цветет земля Израиля, должны все уже подниматься. И вот акцентируя этот момент, ставя как бы в углу угла цветения земли Израиля и вводят, мудрецы вводят этот праздник. Надо сказать, в скобках заметить, что цфадская община мудрецов, она очень сильно повлияла и на, скажем, порядок молитвы, который у нас есть сегодня. Особенно на Каббалат-Шаббат, встреча субботы. И встреча субботы, гимн Лиха-Дади, который написал Раби Аль-Каббитс, как мы с вами знаем, Раби Шламу Аль-Каббитс, он представляет собой не только встречу субботы, но и такое, скажем, активное, острое ожидание освобождения такой глобальной субботы, о которой всегда говорят мудрецы, что суббота – это только наша суббота, это только образ того будущего мира, который настанет с освобождением сыновей Израиля. И вот они придают субботе такой глобальный образ и в гимне, который, в субботнем гимне, который пишет Раби Шламу Аль-Каббитс, в нем слова такие, да, что вот земля Израиля, оденься в свои одежды нарядные, эти надежды нарядные – это твой народ, отрехни прах, да. И о царе Давиде, и о Машехе говорится в этом гимне, казалось бы, суббота – день отдыха, а нужно было бы подчеркнуть этот момент. Нет, мудрецы ЦФАТа вводят обычаи вот такой на кануне субботы говорить о глобальной субботе, о глобальной субботе, о глобальной субботе освобождения. И мы из этого с вами можем представить те настроения, которые господствуют в ЦФАТе. Можно сказать, что это, скажем, да, такая мистическая направленность, каббалистическая направленность, но я думаю, что в сути дела это не меняет острота ожидания будущего времени. Она, безусловно, как бы повлияла, или, по крайней мере, должна была повлиять на все общины Израиля. И сам праздник Туби-Шват должен был бы стать таким провозглашением, что настало новое время, когда земля Израиля цветет, и все должны собираться на земле Израиля. Это такое видение очень короткое об очень интересном, таком динамичном периоде нашей истории, о, не только о великих мудрецах, но и о женщине, интереснейшей личности в нашей истории, самоотверженной, которая бросила, в общем-то, фактически вызов инквизиции на многочисленных своих кораблях, спасала людей, которых инквизиция хотела обвинить, вот, укрывала их, да, и у нее были и посланники, и посыльные, которые и проводили людей тайными тропами для того, чтобы вывести их оттуда, где они подверглись преследованиям со стороны инквизиции, да, такой необъявленная королева, которая воюет с миром зла, да, Дона Грации, о ней написаны книги, интереснейшая личность, вот, а мы с вами вернемся, вернемся, откроем первую мишну, раз уж мы с вами придерживаемся Талмуда, я думаю, что это правильно, вот, через его призму мы постараемся с вами увидеть этот праздник, о котором мы начали с вами говорить, и с формальной точки зрения, и не совсем с формальной точки зрения. Первое, что мы с вами открыли, это первая мишна в трактате Рожешана, Новый год, да, и она для нас, если кто-то знаком, да, вот, это хорошо, а если кто-то не знаком, она оказывается очень неожиданной, она нам говорит, да, есть четыре дня, которые называются Новым годом, да, оказывается, есть разные циклы в году, и для каждого из этих циклов есть свой день, который является его началом, да. В первый день Ниссана, Рожешана, Новый год, начало года для царей, да, для царей. Сразу нам подчеркивает Талмун в дальнейшем, что речь идет о царях Израиля, для которых начало правления отсчитывали, отсчитывали с первого числа месяца, с первого числа месяца Ниссана, то есть, если царь начал править, скажем, 28-29 числа месяца Адара, предыдущего месяца наступило первое число месяца Ниссана, считается, что пошел второй год его правления, да, это закон, который соблюдался, и особенно он отражал в наших пророческих книгах, и с этим связано то несовпадение, скажем, или, скажем, невозможность учеными понять ту хронологию, которой придерживаются пророки, у них постоянно пропадают годы туда или сюда, да, а дело в том, что у царя, может быть, второй год его правления, он провел всего несколько дней до этого, да, первого Ниссана. Почему это важно? Можно сказать, что это не так важно, да, но, как бы, закон подчеркивает, что, как бы, месяц Ниссан, он по, как бы, по своей такой природе или по своему рисунку, по своему образу, он связан с чудесами, с нарушением законов природы, с таким прорывом духовности в материальный мир, и с этим связан и праздник Песох, да, и важно, чтобы цари Израиля помнили, что Всевышний постоянно поддерживает их, и они ни в коем случае не должны мыслить, как бы, такими, да, исключительно рациональными понятиями, всегда должны надеяться на Всевышнего, надеяться на чудо, знать, что Всевышний ведет их необычными путями, и поэтому первый день правления царей, первый год правления царей, или, скажем так, смена года правления царей, добавление года к годам его правления происходит первого Ниссана, да, и это, как бы, соответствует нашей заповеди, да, которая упоминается в книге Шмот, в главе, в главе Бо, и когда говорится, что месяц этот будет вам началом месяцев, месяц исхода должен быть для вас началом месяцев. В каком смысле, да, мы должны помнить, что начало, как бы, да, всех процессов, которые происходят с вами, это чудо, да, народ родился чудом, так вы должны и воспринимать временной цикл. Главным является не природная цикличность, а вот чудесное начало вашего рождения. Это нашло отражение в том, что положено отчитывать годы правления царя от Ниссана, да. Дальше, говорится, и для праздников, да, имеет значение в законе о принесении добровольных жертв, если человек обещал принести добровольную жертву, скажем, да, или возьмем добровольную жертву для примера, то он должен принести ее в течение трех праздников. Как отчитывать эти три праздника? Говорят, что нужно начинать отчитывать с Песоха. Вот ближайший Песох, это первый праздник, да, дальше Шевуот праздник, и дальше Суккот, это то время, которое ему удается, чтобы принести обязательную жертву. В этом плане важно, что праздники отчитывают с Ниссана или с праздника Песа, да. Вот дальше, говорят, в первый день Иллула, Новый год для отделения десятых частей, десятых частей скота. Да, мы помним, что Иллу, это шестой месяц, есть считать от Ниссана, он предшествует, он предшествует Тишрей, предшествует месяцу Тишрей, первого Тишрей, напоминаю, как бы Новый год, который отмечен в Торе, который мы должны отмечать как праздничный день. Иллу предшествует этому месяцу Тишрей, говорят, что это первый год, первый начало года для отделения скота, что это десятые части от скота. Мы помним, что в то время, когда стоял храм, сегодня это не делается, нам не обязаны это делать, но когда стоял храм, то приплод, который родился в этом году, его загоняли в загон, оставляли узкую калитку и для молодняка. И когда молодняк выбегал из этой узкой калитки, калитки хозяин отсчитывал животных, и каждое десятое животное он ударял хлыстом, предварительно макнув его в красную краску. На шерсти оставалась красная краска, это животное должно было быть принесено в жертву в храме. Есть его мог сам хозяин в городе Иерушелаеме, в пределах стены Иерушелаема, он мог вместе со своей семьей есть эту жертву. Десятая часть от отделения от скота. Теперь, а как отчитывать год? Когда этот год, и когда другой год? Здесь нам Мишна говорит, что с 1-го Иллу начинается Новый год. Те, кто родились до 1-го Иллу, отделяются за прошлый год, а те, кто родились после 1-го Иллу, они уже отделяются, эти животные отделяются за этот год. Рабель Азар, Раби Шимон, говорят, в первый день Тишрей, Новый год для скота, они считают, что первый день Тишрей, мы здесь не будем даваться подробностей, почему они так решили. Кроме того, Мишна говорит, в первый день Тишрей, Рожа Шана, Новый год для обычных годов. То есть, мы отчитываем годы от 1-го Тишрей. Зачем? Для годов Шмиты, чтобы отчитывать 7-летние циклы. Не говоря о том, что 1-го числа Рожа Шана у нас праздник, мы отчитываем это для годов 7-летних циклов, мы отчитываем с 1-го числей. И для 50-х годов Ювелий. Для посадок, для посадок и для овощей. Для посадок, если не вдаваться в подробности, то мы отчитываем, вот 1-го Тишрей нам нужно, у нас есть закон, что первые 3 года мы не едим, мы не едим плоды, не едим плоды с деревьев. Первые 3 года плоды деревьев запрещены для еды и даже для какого-либо использования, нам нужно отчитывать эти годы. 3 года, и вот мы посадили дерево, с 1-го Тишрей мы отчитываем следующий год, но если только, по крайней мере, 2 недели до этого дерева было посажено, тогда с 1-го Тишрей мы уже отчитываем ему 2-й год. Для овощей, овощи, которые собирают с огорода, с грядки, от них отделяют 10-ю часть только по постановлению мудрецов. Мудрецы постановили, что, скажем, если овощи собраны до 1-го Тишрей, то они относятся к 1-му году и от них отделяют как бы отдельно 10-ю часть. После 1-го Тишрей это овощи, и которые относятся к другому году. Дальше. И вот мы как раз доходим до того, что нам с вами нужно. В первый день Швата рожа шана для деревьев, по словам школы Шамая. А школа Гилея говорит в его 15-й день. Чем отличается первый день Швата, что он стал первым годом для деревьев? Мы сейчас скажем, сразу можно сказать, в каком плане, что от плодов отделяют также 10-ю часть. и как понять, к какому году плоды относятся, так как положено отделять 10-ю часть от плодов этого года, и не смешивать их в этом плане с плодами другого года. К какому году относятся плоды деревьев, которые мы собрали с деревьев, скажем. Если мы их собрали до 15-го Швата, то они относятся к прошлому году. У нас Галаха по Еделю, как мы представляем себе. А если мы их собрали после 15-го Швата, то они относятся к следующему году. Чем отличается месяц Шват? Его первое число или 15-е число? Дело в том, что к первому Швата, к месяцу Шват, выпадает большинство дождей. И уже как бы у деревьев появляются новые силы плоды, которые вырастают дальше, уже после первого Швата. Появятся зависти первого Швата. Можно сказать, что они появились с новой силой, так как большинство дождей уже выпало. К первому Швату выпадает большинство дождей, а Гелель говорит, нужно подождать до 15-го Швата, потому что к этому времени складываются условия, все условия для того, чтобы появились первые завязи. и действительно иногда на деревьях появляются первые завязи, особенно или, по крайней мере, начинается цветение. Вот к 15-му Швата, мы знаем, что миндаль цветет рано. И поэтому 15-е Швата стало началом Нового года для деревьев в том плане, что начиная с 15-го Швата считается, что те плоды относятся, которые зависть, если зависть появилась на деревьях после 15-го Швата, то плоды относятся к следующему году. Это то, что мы можем с вами себе представить. Теперь, давайте я остановлюсь на секунду и спрошу вас, есть ли какие-нибудь вопросы. Если вопросов нету, то мы с вами продолжаем тогда дальше. Так, я возвращаю демонстрацию экрана. Секунду. Так. Вот. И мы смотрим тот материал, который есть у нас дальше. Вот. Дальше мы можем с вами посмотреть, да, дальше мы можем посмотреть, какие благословения говорят на фрукты, на плоды земли, на фрукты, да, и для того, чтобы, скажем, или в связи с тем, что это Мишна, первая Мишна из 6-го, из 6-й главы трактата Брахот, да, в Гемаре, в ней рассказывается о святости земли Израиля, которая ощущалась даже после разрушения второго храма, вот, и мы могли бы с вами соотнестись с этой, с этой агодой, да. Здесь говорится так. Какое благословение говорится на фрукты, на плоды, на плоды дерева, говорят, боре, боре пригоец, да. Тут, на самом деле, не совсем верный перевод. Тут нужно было бы сказать, я просто сейчас заметил, да, что нужно было бы сказать, какое благословение говорится, на плоды земли, на то, что произрастает, на то, что произрастает из земли. Скажем, есть животные, скажем, человек, когда ест мясо, он говорит благословение. А вот тут то, что произрастает из земли. Какое благословение, какое благословение мы говорим? На плоды деревьев, говорят, боре пригоец, то есть, говорят, баруха та, ашем алокейну мели олам, боре пригоец. Благословение все, Всевышний, Царь Вселенной, создавший плод дерева. Деревом называется все то, что дает плоды на одной и той же ветке несколько лет. Поэтому такое растение замечательное, высокое, как, скажем, банан, он попал в разряд травы. Или, скажем, арбуз круглый, большой, который, можно было бы сказать, что он является плодом. Он попадает в разряд овощей. А все, что дает на одной ветке плоды несколько лет, называется плодом дерева. И говорят, благословение Всевышнему, сотворившему плод, сотворившему плод дерева. Почему делается такое разделение? Потому что есть закон, который мы с вами упоминали, есть закон, который называется Орла, то есть плоды дерева первых трех лет, они не употребляются, и их даже нельзя использовать. Смысл этого закона заключается в том, что когда растет дерево, в нем есть как бы сила земли. Дерево в нем есть сила земли, и скажем, она проявляется большей частью первые три года для того, чтобы как бы убрать эту, так можно сказать, убрать материальную силу земли, отстраниться от нее. Первые три года не едят плоды. Потом выделяют, говорят, благословение на плод, именно плод дерева, отделяя его от овощей. За исключением вина, поскольку на вино говорят буре при агафе, вином называется виноград, на него также говорят благословение буре при агафе, сотворивший плод дерева, а если это сок выжат виноградный или вино, то на него говорят при агафе плод виноградной лозы, выделяя плод виноградной лозы, так как скажем, да, подчеркивая, что виноградная лоза, ее сила, это то, чем славится земля Израиля. Мы вернемся к этому понятию, славится земля Израиля, постараемся это тоже с вами разобрать дальше, на фрукты земли говорят, да, буре при а дома, вот, на фрукты земли, опять же, я предупреждаю здесь перевод очень такой корявый, да, нужно, наверное, было сказать на овощи, да, вот, и помнить галактическое понятие овощей, все, что вырастает из земли и как бы, да, не дает плоды на том же месте, на той же ветке на следующий год, все это называется плодом земли, в отличие от плодов дерева, да, за исключением хлеба, на хлеб, говорят, омуцель эхименарец, произращивающий хлеб из земли, да, к сожалению, гемара, благословен Всевышний, царь Вселенной, который как бы выводит хлеб из земли. К сожалению, гемара не останавливается на том, почему для хлеба сделали отдельное благословение, ввели отдельное благословение, и мы с вами можем предположить, что хлеб, он очень, он такой очень трудоемкий, очень трудоемкий в его изготовлении, да, скажем, пшеницу, допустим, да, ее жнут, потом ее обмолачивают, вот, потом ее перемалывают, потом получают муку, просеивают, еще как бы перемалывают, просеивают, перемалывают, как сказать, в смысле того, чтобы отделить шелуху, да, все обмолачивают, 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 по-русски, ладушь, молотить, да, обмолачивают, просеивают, да, перемалывают, еще раз просеивают, и так далее, и так далее, То есть, множество операций, прежде чем выпекается хлеб. И у человека всегда такое ощущение, что если он трудился, то вот как-то в этом есть его заслуга, есть его, скажем, сила. Для того, чтобы напомнить, что вся сила принадлежит Всевышнему, несмотря на то, что человек так долго трудился для того, чтобы получить хлеб, тем не менее, из земли его выводит Всевышний, без Всевышнего ничего бы не было. И вот если человек даже много трудился для того, чтобы испечь хлеб, то из земли его вывел Всевышний. По всей видимости, на хлеб установили отдельное благословение, напомнить человеку, что хлеб из земли производит Всевышний. Вот на овощи, или на овощи человек говорит Буре при Адама, благословен Всесильный Царь Вселенной, который сотворил плоды земли. Раби Иуда говорит Буре Миней Дишаим, но мы можем с этим сейчас не соотноситься. То, что я хотел с вами посмотреть, это Агада, которая идет за этой мешной, и она нам говорит, как мудрецы Талмуда непосредственно ощущали святость святой земли Израиля. А потом можем с вами поговорить, если у нас останется время, о плодах земли Израиля, о тех плодах, которые Тора называет как плоды особые для земли Израиля. И подумать с вами, почему, скажем, гранат земли Израиля, почему говорится, что земля Израиля славится гранатами. Может быть, солнечная Грузия славится гранатами гораздо больше, чем земля Израиля. В чем отличие граната земли Израиля от граната солнечной Грузии? Никому не будет сказано в обиду. И мы с вами прежде всего посмотрим, как наши мудрецы ощущали святость земли Израиля. Прежде всего этим отличался раб Юханан, который жил как раз в Тверии, недалеко от Цфата, о котором мы говорили, или Цфат недалеко от Тверии. Раб Юханан, который выводил своих учеников в сад Генасар, который находится недалеко от озера Кенерит, для того, чтобы они ели плоды. Ели плоды, но среди учеников раб Юханана был раб Юханана, который говорил, что воздух земли Израиля умудряет. Но если уж воздух земли Израиля умудряет, то как же умудряют плоды? То есть какую мудрость, какую силу, какое влияние на внутренний мир оказывают плоды земли Израиля. Вот раб Юханан, он под его, так сказать, влиянием, руководством, можете сказать, в полушутку, как гуру, который выводит своих учеников, они, у них появлялись особые, особые ощущения, когда они ели плоды возле, возле озера Кенерит. Про Раби Абагу рассказывается, да, что он ел плоды до тех пор, пока муха подскальзывалась у него на, подскальзывалась у него на лбу. О чем это, о чем это говорится? Одной стороны, можно воспринять это как шутку, в Томмунде тоже есть и шутки, и ничего страшного, если мы отнесемся к этой информации как шутки. Но здесь представляется, что здесь далеко от шутки вещь очень серьезная. Муха – это, скажем, образ дурного желания, разносчик заразы, который приходит и садится на рану, если есть рана, и тогда для человека это опасно. Не комар, который как бы проделывает дырку в коже, да, а муха, которая приходит уже на рану, которая есть, которая существует, вот она является таким образом, образом дурного, образом дурного желания. И, по крайней мере, так говорит в том же трактате Брахот, говорит мудрец Амора Шмуэль, что дурное желание похоже на муху. И теперь, вот про Раби Аббаву, как бы, нам говорят, что он ел плоды Раби Юханана, ел плоды вместе с Раби Юхананом. И эффект, который был от этой еды, вот, если так можно сказать, под руководством великого мудреца Раби Юханана, который особенно ощущал святые земли Израиля, да, что такой же, как от изучения Торы, да, один из моментов, может быть, это не все, что, не все действие, которое оказывает Тора на человека, но один из моментов, который оказывает на человека изучение Торы, да, это Тора убирает, устраняет, отодвигает на задний план или даже преобразует в хорошее, да, то дурное начало, которое есть у человека. Об этом, кстати, говорит один из, также из учеников Раби Юханана, Реш-Лакиш, да, он говорит на, где-то на четвертом листе Трактата Брахот, он говорит о том, что, вот, если человек одолевает дурное желание, то, или, если он недоволен, как бы, собой и видит в себе какие-то недостатки, в том плане, что его куда-то тянет в нехорошую сторону, Реш-Лакиш говорит, пусть он идет в Бейт-Медраж, пусть он учит Тору, это поможет ему либо устранить дурное желание, либо направить его в хорошую сторону, да, поэтому Раби Абагу, он ел плоды, и происходило с ним то же самое, что происходило с человеком, который усиленно учит Тору, так на него влияли плоды земли Израиля, почему для Раби Абагу было важно именно вот этот вот аспект Торы устранить дурное, устранить дурное желание, да, потому что Раби Абагу, да, жил в Кесарии, да, жил в Кесарии, да, жил в Кесарии в среде, да, ну, как бы, скажем, как бы сказали, да, сегодня Париж, там, скажем, столица мира, да, вот была Кесария, столица мира, вот, особенно, Может быть, после Рима. Это был город не евреев, речь идет о времени, как мы понимаем, Рабью Ханан. Это примерно 170 лет после разрушения храма. Римский город, в котором есть все. И состязания гладиаторов, и дома, развратные дома. И рабе Абаву специально живет в Кейсарии, потому что там очень много евреев, которые находятся на положении рабов, пленных, плененных. И он живет для того, чтобы их поддерживать. И не только их поддерживать, но и поддерживать, если так можно сказать, тех развратных женщин, которые в публичных домах. И там очень много еврейских женщин. Может быть, по закону они должны были покончить жизнь самоубийством. Но кто же так человеку предъявляет такие претензии? Он находится в таком положении. И рабе Абаву старался и выкупить тех, кого он мог выкупить, и поддержать тех, кого он не мог выкупить. И говорят, что рабе Абаву прославляли развратные женщины, когда он проходил по Кейсарии. Иногда это вызывает такую усмешку совершенно неуместную. А тут можно представить, что эти развратные женщины – это еврейские женщины, которые попали в такое рабское положение, были взяты плен, превращены в рабов, в рабынь. И говорят, что когда умер рабе Абагу, то колонны в городе Кейсарии сочились кровью. То есть его влияние на людей, оказавшихся в тяжелом положении в таком фактическом малом таком Риме и Кейсарии, они были очень тяжелые. Так вот он сам хотел оставаться чистым от всего своего окружения в этой Кейсарии, в этом такой малой столице мира. И поэтому ему было важно, чтобы дурное желание не проникало в него. И вот действительно, когда он ел плоды, то муха подскальзывалась на его лбу. То есть дурому желанию нечего было делать, оно не могло проникнуть внутрь раби Абагу. Был там и раби Ами, и раби Аси. И когда они ели плоды, у них начинали выпадать волосы. Тоже кажется смешно, но дело в том, что Талмуд, в общем-то, как и пророческие тексты, особенно, наверное, Талмуд и Агада, она не говорит языком реального мира, она говорит языком духовного мира, строит духовный образ. Сураби Ами, Араби Аси могла быть, допустим, не знаю, большая шевелюра, густые волосы. Никуда они, конечно, не выпадали в реальном мире. Но волосы носят как бы образ такой, да, вот у них в образах Торы, как то, что, допустим, то, что не умещается в голову, да, то, что остается за пределами понимания человека, то, что он не может понять. И когда Талмуд говорит на языке Агады, что у раби Ами и раби Аси, у двух верных учеников, раби Ханана, которые пришли к нему из Бавиля, и оставались всегда с ним, да, что у них выпадали волосы, это значит, что плоды, которые они ели у озера Геносар, расширяли их возможность понимания, давали им такую возможность понимания, что у них как бы ничего не оставалось за пределами головы. Все очень хорошо входило и укладывалось в их голову. Вот можно спросить, почему Талмуд Агада говорит таким, таким языком и не говорит напрямую. Честно говоря, у меня нету, нету ответа, да, на это. Но вот так же, как есть там, скажем, люди изучают английский язык, и французский язык, или даже китайский язык, да, точно так же надо понимать язык Агады Талмуда. Это свой специфический язык, который требует понимания, расшифровки, можно сказать. Но расшифровка здесь такая, образы очень однозначные, да, и очень прозрачные. Не то, что нужно там сидеть и ломать голову, если кто-то немножко знаком с этой вот символикой, то сразу все как бы становится очень прозрачно, как мы с вами и видели на примере вот этой Агады. Интересен образ Реш-Лакиша, одного из учеников Рабио Ханана, может быть, основного его ученика, вот такого бунтовщика-бунтаря, который и был готов и противостоять римской администрации, как он мог, и со своим учителем он не соглашался, такой бунтарский характер, да, что рассказывается про него. Реш-Лакиш также выходил с Рабио Хананом, да, и ел, пока в нем не просыпался бунтарский дух, да. Мы видим, что плоды на всех оказывают разные влияния, и каждый получает то, что он хочет. Рабио Аббагу хотел защититься от дурного желания, он получал это от еды плодов, да. А Рабио Ами, Рабио Аси хотели понять все учения Рабио Ханана, да, они получали эту возможность. Реш-Лакиш, да, он, да, воспринимал Тору как борьбу за свободу, мечту о будущей свободе, да. Вот он ел плоды, и в нем просыпался бунтарский дух, да. Тогда, как бы, тогда жаловался на него Рабио Хананом, мудрецам Сандидрина, да. Вот, он начинал бунтовать, он, может быть, угрожал восстать против Рима, может быть, угрожал убить кого-то из римлян, да. Рабио Ханан жаловался мудрецам Сандидрина, в его время, скажем, это, такие бунтарские тенденции, они были совершенно неуместны, потому что это, да, это уже, как мы понимаем, почти сто лет больше после восстания Бар-Кохбы, да, ни о каком восстании говорить невозможно. Он жаловался мудрецам Сандидрина, да, и Реш-Лакиша призывали к порядку, да, вот, требовали от него прекратить его выступление, так сказать, антиправительственные высказывания, да. Это пример того, как мудрецы, Рабио Ханан особенно отличался этим свойством, да, чувствовали святость земли, святость земли Израиля. Может быть, то, что рассказывает Игада, это не происходило с ними в реальной жизни, но в любом случае отношение к святости земли Израиля, ощущение святости земли Израиля помогало каждому и каждому из мудрецов в продвижении, в изучении Торы. Каждый, каждый получал свое влияние. Можно сказать, что, может быть, святость земли раскрывала их душу, и это давало им возможность вполне понять Тору, можно представить так, но в любом случае мы видим, как бы вот это отношение к плодам земли Израиля совершенно особое, как такой, как бы, квинтэссенции концентрации Торы, которые можно кушать, и сам вкус этих плодов, он умудряет человека и положительно на него влияет, мы здесь это с вами видим. Вот, теперь мы можем с вами, представив себе, что мудрецы по-особому относились к плодам земли Израиля, попытаться представить себе, попытаться представить себе вот такой момент. В Торе, в книге Творим, нам говорится, да, «Ибо Бог всесильный твой ведет тебя в землю хорошую, и в землю потоков вод, да, в землю потоков вод, вот, ключей и источников, истекающих из земли в долинах и горах, в землю пшеницы и ячменя, и винограда, и инжира, и гранатов, в землю оливкового масла и меда, источаемого плодами финиковых пальм». Это как бы в скобках наши мудрецы считают, что мед – это финики в данном случае. Это говорится в книге Творим в восьмой главе, да, и здесь мы видим перечисление семи видов плодов, двух видов злаковых и плодов земли, двух видов злаковых и пять видов фруктов. Читается, что это те плоды, которыми славится земля Израиля, да. И вот тут я хочу вернуться с вами к тому вопросу, который мы уже поставили, да, что есть гранат, да, допустим, мне просто удобнее за него зацепиться, да, есть гранат, вот, и говорится, что земля Израиля славится этими плодами. Как мы знаем, что благословение, которое говорится после еды, мы до этого с вами не добрались, оно особое, более, так сказать, длинное, более основательное. После тех плодов, которыми славится земля Израиля, после тех плодов, таких как яблоко и груш, говорится короткое благословение. После граната, скажем, говорится благословение, более длинное, похожее на Беркадо-Мазон, на благословение, которое говорится после еды хлеба, да. Вот, теперь гранат, да. Конечно, в Грузии может быть гранаты, они даже, может быть, и более красные, более сочные, вкус у них, может быть, какой-то особый, отличающийся. Вот, в земле Израиля, слава Богу, гранаты замечательные, великолепные, прекрасные, да. Но как их сравнить с плодами, с гранатами Грузии, какой лучше, какой вкуснее? Оказывается, что, да, если мы немножко задумываемся, что сравнивать ничего не надо, да, что речь идет, речь идет не столько о физических свойствах фруктов, как о некотором таком духовном наполнении, да. Ведь, если бы Равио Ганан приехал, у него, конечно, не было таких мыслей покидать землю Израиля, но, допустим, приехал бы он в Грузию, да, разве бы он смог со своими учениками также есть гранаты в Грузии, как он ел со своими учениками гранаты у озера Геносар, да. Разве они бы произвели такое влияние на Рабью Ханана и его учеников? Конечно же, нет, да. Поэтому сравнение, сравнение внешнее, сравнение материальное, сравнение формы, цвета и вкуса, оно здесь совершенно неуместно. Здесь речь идет о каких-то особых духовных качествах, которыми отличается земля Израиля, и которые передаются, как бы выражают, находят свое выражение даже на материальном уровне, находят свое выражение в фруктах, в тех свойствах, которые у них есть, и которые превращают их в нечто похожее на ман, который падал с небес для сыновей Израиля в пустыне. И еда этого мана, как мы с вами помним, она и устраняла дурное желание человека, усыняла дурное желание человека и превращала его в хорошего, и насыщала, и вкус мана, каждый какой хотел, он такой вкус и чувствовал, то есть все свойства духовного мира или свойства такого пересечения духовного материального мира. И если мы с вами возьмем, если мы с вами в своем гранат, то он скрывает за собой определенную тайну или, скажем, определенный рисунок духовный, который выражается в земле Израиля, находит свое отражение и в материальном мире. Рисунок граната, он таков, рисунок граната, он таков, как мы сможем представить себе. У нас есть частности, зернышки отдельные, и из этих, каждый из зернышек похоже на, похоже, отражает, по крайней мере, какие-то свойства общего. И вместе эти частности, эти зернышки, они складываются в одно единое целое и дают нечто общее, дают большой плод. И земля Израиля отличается таким качеством, что у нее есть вот такое объединяющее начало, которое может объединить частности в одно целое. Не случайно, как бы, Медраж Берешит Рама говорит о том, что Всевышний собрал собрал прах со всей земли как бы на горе Мурия, и там, при сотворении мира, и там замешал, как бы, этот прах смешал вместе, да, и образовал, если так можно сказать, вылепил тело Адама и вдохнул в него душу. Почему именно на горе Мурия? Да, потому что здесь, в земле Израиля, как бы, есть, вот, как можно сказать, та точка, или, образно говоря, тот камень, который был сотворен первым, да, и из которого возник весь мир. А если, вот, скажем, да, интересно свойства, скажем, духовных миров, или тех миров, которые лежат на грани духовного материального, что при появлении новой сущности они не исчезают, да, вот, объединяющая такая точка, да, первая, да, из которой возникло все, да, она по себе, сама по себе не исчезла, да, может быть, как бы, можно представить образом, что ее раздробили на отдельные части, но при этом сохранилось и целое, да, таким образом, который может понять, или не образом, физическим явлением, который может им помочь понять вот такую постоянную центральную точку, сохраняющуюся, проявляющуюся повсюду, может быть, вот, такое физическое понятие, представление физическое о первом взрыве, да, вот, о большом взрыве, как на иврите говорят, мапа цагадоль, большой взрыв первый, да, когда весь мир происходит из одного, из одного атома, да, вот, но интересно, да, что, как бы, что звучание этого мира, звучание этого взрыва продолжается до сих пор, так сказать, реликтовое излучение звучит во всех точках Вселенной, то есть, вот эта первая точка, как бы, она никуда не исчезла, она присутствует, она продолжает влиять, да, вот первый момент взрыва, он все постоянно, все время с нами, вот, такое же свойство у земли Израиля, да, здесь есть, вот, есть эта точка, из которой возник весь, из которой была створена первой, из которой возник весь мир, на этом месте должен стоять храм, тогда влияние вот этого единого начала на весь мир, оно наиболее сильно, и на земле Израиля вырастает плод, который похож на плоды, которые вырастают в других местах, но он отражает вот это свойство, да, единство отдельных частей, которые превращаются, превращаются в одно, в одно единое, в одно единое целое и становится вот таким сосудом, который наиболее пригоден для того, чтобы вместить в себя духовность, как тело Адама было пригодно вместить в себя душу, так и, как бы, на земле Израиля все материальные объекты, они как бы связаны, складываются в, или, скажем, отличаются вот таким единством, да, и становится сосудами для, наиболее удобными сосудами для умещения духовности. Это образ, образ граната, такая, скажем, такая его метафизика, да. Интересно, что про Раби Мейера рассказывается, да, что когда он хотел исправить учение своего учителя, который отошел, которого мы знаем под именем Ильиши Бенавуя, да, и он хотел исправить его учение, так как Ильиши Бенавуя отошел от представления о единстве Всевышнего, отошел от принципов Торы, отошел от этого представления, Раби Мейер хотел исправить учение Ильиши Бенавуя, как бы, вернуть народу Израиля учение Ильиши Бенавуя, но только не в том искаженном виде, как он представил Тору исправить и образно говорится, что сделал Раби Мейер, да, он взял гранат, выбросил кожуру, озерно съел, да, то есть мы здесь видим образ, похожий на то, о чем мы с вами говорили, у гранатов, у зернышек есть тонкая кожура, которая все-таки отделяет их один от другого. Раби Мейер взял эту тонкую кожуру внутреннюю выбросил и как бы слил все эти зерна уже в одно единое целое, образовал из них одну единую массу и только потом съел, сделал это учение удобоваримым, да, то есть не позволил не позволил тому тем элементам разделения как бы которые существуют даже если они тонкие в земле Израиля и позволил им стать главными устранил их и таким образом исправил учение лишь обе навуя вернув как бы вернув его учение вот к такому скажем виду, когда можно говорить о том, что частности отражают общее и частности сливаются и дают одно общее это то, что можно сказать о гранате можно из этого можно представить, что за каждым и каждым из плодов также скрывается своя скрывается своя метафизика свой образ но давайте прежде чем может быть продолжить я все-таки остановлюсь и спрошу вас, что хочется спросить добавить или обсудить я остановил я вижу вас всех пожалуйста да вы очень тихо эфим звучите или я я усилил нужно 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 как бы совершенно четко представлять себе что праздник ту бешван до 16 века никто не праздновал нечего было праздновать так же как мы сегодня не празднуем так же как мы сегодня не празднуем скажем новый год для первого эллула для отделения скота никто не празднует никаких никаких обычаев ничего связанного с этим так же до 16 века и был тубий шват есть в мишне указана указана дата 15 число месяца швата по мнению елеля как мы видели учеников елеля да вот и это не имело никакого значения в нашем году в нашей традиции но пришло 15 швата да вот особенно когда народ был в Галутии не было обязанности за пределами земли Израиля нет обязанности отделять десятые части от плодов вот те немногие кто жили в земле Израиля значит они соблюдали закон отделения десятой части который так же не вытекает из тора вытекает из мунницов ну хорошо пришло 15 швата плоды которые появились после 15 швата их отделяют от них отдельно отделяют все дать никакой традиции ничего не было поэтому хотелось бы чтобы мы представляли что 15 15 швата стала символом который сделали символом символом возрождения земли и возрождения народа и это 15 швата превратили превратили в этот символ мудрецы величайшие мудрецы да которые в основном это были мудрецы которые были изнаны из Испании Аризаль скажем да он родился в земле Израиля родился в Иерушалиме жил в Египте потом он не имеет отношения к тем кто был изнан из Испании это не так скажем важно атмосфера была это люди которые были изнаны из Испании и в этом изгнании в этих трагедиях еврейского народа и неожиданно открывшейся для них возможности поселиться в земле Израиля они видели начало нового времени и они считали что они что это новое время не само по себе придет и свалится там счастье свалится нагло они считали что счастье нужно делать своими руками ковать своими руками и прежде всего они это делали с точки зрения как бы со стороны Торы чтобы дать Тору и закон единый всему еврейскому народу и призвать сыновей Израиля возвращаться в землю Израиля призвать всех возвращаться в землю Израиля и в этом плане так же как Лехадо Ди этого распространившегося во всех общинах Израиля обычая встречать субботу его не было до 16 века так и 15 швата не было до 15 века и это не просто праздник еды плодов это призыв как мудрецы установили этот праздник мы часто выхолачиваем наши праздники или можно сказать почти всегда выхолачиваем наши праздники но они задумали этот праздник как призыв возвращения и не было ничего как бы такого другого этот праздник связан с определенным временем, с определенным настроением, с величайшими мудрецами, можно сказать, чуть ли не величайшими мудрецами всех поколений, которые увидели начало нового времени и хотели, чтобы все сыновья Израиля увидели это начало нового времени, цветение земли Израиля, да, как цветение земли Израиля, как призыв вернуться в землю Израиля, связали это с 15-м Шватом, да. И это, мне кажется, это очень важно понимать. А все-таки традиция новогоднего новогодняя традиция, да. Попытаюсь ответить, по крайней мере, так, как я понимаю. Значит, Новый год это нечто другое, то есть мы понимаем, что с Новым годом розыш, она с застольем, розыш, она связана обычай, который также распространен среди всех общин Израиля. Затрудняюсь сказать, когда он возник. По всей видимости, этот обычай очень, очень древний. Обычай то, что берут какие-то плоды, да, и с ними связывают, и с ними связывают пожелания к Новому году, да, называют их симоним, да, признаки, что как бы мы видим в начале года, мы видим признаки того, что в этом году исполнится, исполнится, сбудется желательное для нас то, что мы желаем, да. Идея здесь такова, да, что как бы вот мы хотим сказать, мало кто как бы задумывается над этой идеей, я не знаю насколько это важно в данном случае, да, вот так, но идея она такова. Начался Новый год, да, вот уже начался Новый год, Новый год начался, как бы день начинается с вечера, и после вечерней молитвы мы садимся за стол, и мы хотим увидеть, что в материальный мир уже вошло что-то положительное, что это не только силы, которые нам нам даны в начале года каждому и всему народу, да, это начало уже действовать, входить в материальный мир, это не останется в потенциале, как бы, да, в потенциале, что вот если мы не дай Бог не удостоимся, то положительное положительное не исполнится, не войдет в этот мир, да, мы хотим сказать, что положительный потенциал нам не только дан уже, да, в начале года, он начал уже действовать, он начал входить в мир, и вот мы видим, как бы, признаки, да, того, что положительное начало, положительное начало действовать, вот мы берем голову и говорим, что вот, что хорошо, что то есть мы желаем, чтобы мы были во главе и не тащились в хвосте, да, то есть мы не оказались под влиянием других народов, вот, а сами влияли бы на мир, то, что, собственно, нам поручил Всевышний, и это произносит перед едой, там, скажем, бараньей головы, там, или рыбьей головы, бараньи, я думаю, редко в этом, в наше время, тут есть бараньи головы, в основном рыбьи головы, да, то есть пожелания связывают с чем-то материальным, да, не то, что через эту рыбью голову что-то проявилось, да, но просто мы хотим сказать, как бы, что мы хотели бы, чтобы уже в материальный мир вошло, начало действовать то положительное, то, что те положительные потенциалы, те положительные силы, которые были нам даны в начале Нового года, вот, то есть представляется, что идея совершенно другая, не связанная с вишватом совершенно, да, вот, и обычай, да, который совершенно не обязательно там врать все эти признаки, которые, симоним, которые есть там, и и все овощи такие, как руби, как карти, да, и так далее, совершенно, совершенно не обязательно, вот, достаточно просто, как бы, отметить, напомнить самим себе, что мы бы хотели, вот, таким, как бы, очень далеким, как бы, косвенным образом напомнить, чтобы мы хотели, чтобы положительные потенциалы, которые нам были даны, они уже начали действовать, входить в материальный мир, вот, это то, что можно сказать про, видите, симоним в начале года, да, вот, окей, что-то хочется, что-то хочется еще спросить, вот, ну, хорошо, давайте мы тогда, если нету больше вопросов, попробуем посмотреть, что скрывается еще за другими плодами, если у меня хватит силы, духу и слов, то, может быть, мы что-то с вами можем еще представить себе, так, сейчас, секунду, что у меня тут поднялся, а, да, вот у нас, да, семь плодов, вот можем, да, скажем, если мы возьмем, если мы возьмем оливковое, оливковое масло, да, то оно рассказывает еще об одном свойстве земли Израиля или о тех силах, которые получает человек, живя на, на живя, живя на земле Израиля, да, это одна сила граната, как мы можем сказать, обобщенно, это слияние в одно единое целое, общее, да, и недаром Рав Кук постоянно говорит, что у сыновей Израиля, живущих на земле Израиля, есть общая душа, которая объединяет их, это только на земле Израиля, потому что здесь частные, органически, частные, органически сливаются целые, есть, так скажем, такой центральный момент, объединяющий, который объединяет всех сыновей Израиля, да, вот образно можно представить, как точка начала творения мира, общая для всего мира, она объединяет всех сыновей Израиля, все души, которые живут на земле Израиля, образом является этого граната. Теперь оливковое масло, да, это еще один, один момент, который, может быть, отражение того влияния, которое земля Израиля оказывает на душу сыновей Израиля, да, мы представляем себе, что плоды, заят, маслины, да, из них изготовляли, сегодня изготовляют оливковое масло, но в древнем мире, в мире оливковое масло было как бензин, без него невозможно было, его использование было многостороннее, и мы его мощали, его употребляли в пищу, да, и на нем жарили, да, но кроме того, прежде всего, может быть, его использовали для, его использовали для освещения, да, для освещения помещений, многочисленные лампады, которые находят в раскопках, свидетельствуют о том, что оливковое масло было совершенно необходимо для освещения, и мы можем представить себе, что в храме зажигалась менора, и она зажигалась также, горела в лампадах меноры, горело оливковое масло, да, как можно представить себе, оливковое масло отражает еще свойства как бы души, и отражает, и придает снабьям Израиля, живущим на земле Израиля, особое свойство, да, что это, что это за свойство, да, вот, мы представляем себе, что, как бы, оливковое масло, его можно представить как жидкий, жидкий огонь, потому что, если опустить него в фитиль и поджечь его, то оно прогорает практически без остатка, да, если от дров остается уголь, от горения подавляющего большинства органических веществ остается, остается что-то, то оливковое масло, оно прогорает полностью, да, оно шемен, да, как мы представляем, если добавить к нему определенный артикль, а шемен, то у нас появляются буквы, появляются буквы, или, скажем, из букв слова ашемен, масло, можно сложить слово нишама, душа, да, и вот это свойство души, которые, души сновей Израиля, которое фактически, оно как бы принадлежит духовному, духовному миру, да, оно находится в материальном мире, но оно превращает, оно принадлежит духовному миру, оно может превратиться, как бы исчезнуть, испариться, превратиться в огонь, подняться в духовный мир полностью, находится в материальном мире, но по своему как бы потенциалу, по своей сути принадлежит духовному миру, да, это еще одно свойство как бы плодов земли Израиля, мы представляем себе, да, скажем, что душа сыновей Израиля, это постоянное горение, которое соединяет два мира, и духовный мир, и материальный мир, горение в том плане, что как бы как огонь поднимается вверх, так и душа сыновей Израиля рвется постоянно к духовному миру, остается в материальном мире, но рвется к духовному миру, что она делает с материальным миром, она как бы уничтожает его материальные формы, но уничтожает в каком смысле, не как разрушение, а для того, чтобы перейти к новым формам, как бы, как, скажем, от теории Ньютона, перейти к теории относительности Эйнштейна, отбросить старые представления и построить новые представления о мире, это действие еврейской души, души сыновей Израиля, постоянное горение, расширение рамок материального мира, вот, в то время, как мы представляем, что она сама по себе, как бы, по своему свойству, она полностью принадлежит духовному миру, да, он представляет собой, как бы, образно говоря, такой жидкий огонь, который может прогореть и полностью уйти в духовный мир, это, как мы можем представить себе этот образ оливкового масла, скажем, можно этот образ и развивать и уточнять, как мы представляем себе, да, вот, ну, наверное, может быть, это постепенно, невозможно все это сделать сразу и не нужно, а мы сейчас построим какие-то зацепки, а дальше можем при случае развивать эти образы, да, виноград, да, виноград, как мы представляем себе, он отличается тем, что он, скажем, он веселит, как говорят, сердце человека, то есть он воздействует на сердце человека, но одновременно он притупляет и разум человека, да, вот, мы видим это в истории, мы говорят, что и дерево познания добра и зла, это был виноград, да, не вдавая сейчас подробности, и, скажем, Ноах выпил винограда и утратил, как бы, реальное такое ощущение мира, виноград воздействует на разум человека, одновременно расширяет, как бы, сердце человека, да, и, скажем, виноград является таким образом, в нем, как бы, заложено это свойство, и он является образом восприятия, восприятия не головой, а восприятия мира, окружающего мира, диалога со Всевышним не со стороны головы, а со стороны сердца, со стороны такого интуитивного восприятия мира, которое при хорошем раскладе, если так можно сказать, да, выходит на, выходит на пророческое восприятие, да, правда, скажем, да, когеном, пророком, строжающим образом запрещается употреблять виноград для того, чтобы войти, там, скажем, в какое-то медитативное состояние, вино употребляли, чтобы войти в какое-то медитативное состояние, коген, который мы сегодня, коген, который выпил хотя бы немножко вина, ему запрещается говорить благословение, да, но как образ, образ это нас выводит на, скажем, пророческие, пророческое восприятие человека, да, виноград, который вырастает в земле Израиля, он несет себе вот такой образ способности интуитивного восприятия, цельного восприятия мира, восприятия сердцем и выхода на пророчество и не случайно, скажем, мы знаем, что после дарования Торы пророчество дается только в земле Израиля, исключительно в земле Израиля, вот, и, если так можно сказать, образно виноград, который растет в земле Израиля, он, вот, свидетельство того, что и такое, и особое интуитивное восприятие и выход на пророческий уровень, это только в земле Израиля, да, вот, здесь я еще, я остановлюсь еще раз, спрошу вас, есть ли вопросы, вот, вот, я вижу вас всех, по крайней мере, большинство, вот, и, мой вопрос, есть ли у вас какие-то вопросы, дополнения, возражения, да, вот, если, если нет, то у меня тогда такое, у меня тогда такое замечание, да, что вот такое образное, скажем, мышление, образное, я бы сказал, метафизическое мышление, да, оно совершенно необходимо для того, чтобы им проникнуть и в язык мудрецов Торы, а иногда и в язык самой Торы, потому что Тора, уж особенно мудрецы Торы, они очень часто разговаривают таким образным, не образным языком, ну, и я уж надеюсь, что не в обиду солнечной Грузии, но мы сегодня с вами поняли разницу между гранатом, который растет в земле Израиля и гранатом, который растет в Грузии. Ладно, если не набралось вопросов, то мы с вами тогда наш форум закроем, вот, и я постараюсь какой-то материал разослать через Натана и выставить вопросы в нашем форуме, так что это вечный призыв и на неделе в промежутке между нашими занятиями участвовать в обсуждении тех тем, которые мы с вами поднимаем. Окей, хорошо. Спасибо, Розовик.